всем привет сегодня будем готовить китайское блюдо под названием габаджоу это свинина либо другое мясо как можно курятину делать в данном случае мы будем готовить свинину в кисло-сладком соусе в казане на тандыре поехали так ну из ингредиентов на что это мясо свинина можно брать курятину такое перец зеленый красный сладкий имбирь морковь там луковица парочка ананасы мед можно кстати вместо меда используют сахар тростниковый коричневый но я буду использовать мед у нас крахмал кукурузный это рисовый уксус это у нас что соевый соус вода томатная паста ну и рифа ну соль в принципе нам нужно только для риса потому что рис будет в качестве гарнира так но первое дело мы займемся мясом лето нам нужно крахмал да рецептура кстати тоже интересно в принципе в классическом рецепте нету имбиря в принципе имбирь по вкусу он дает очень классно крахмал кукурузный крахмал берем где-то 10 ложек два три четыре пять шесть семь восемь девять десять отлично теперь нужно это все развести водой до густой массы вот такая типа как соуши так еще воды еще воды так крахмал я развел сейчас пока что его ставлю потом мы займемся мясом вылим этот крахмал в мясо короче сделаем такой растворчик и показываем все овощами сначала займемся перцем так вот и разрежем серединка нам нужно семечки убираем и вот где-то вот такими кусками ну желательно крупными это делать достаточно крупными потому что китайское блюдо все в принципе ингредиенты особенно перец оно в крупном виде жарится вот так внутри части достаточно блюдо на самом деле я давно готовил уже но настолько вкусно что можно его делать ну не каждый день и по праздникам там ну допустим субботний или воскресный вечер это будет самый раз середину вот это тоже выламываем не нужно это все выбрасываем так добавляем все семечек и вот так вот вырезаем не сильно крупно и не сильно мелко такими кусочками так значит перец я уже нарезал вот таким вот образом он выглядит красота неописуемо теперь займемся луком все ингредиенты мы будем складывать пока что сюда потом будем жарить жаре будем в казане луки нарезаем полукольцами и тоже прямо туда это все забрасываем в общий чан потому что все овощи будут жариться у нас одновременно никакой там не будет предварительной обработки все сразу будем жарить полностью так луковицы сюда бросаю две но опять же рецептура она ну разная как говорится да и тот рецепт который вы видите в описании но немножко отличается тем что там нет ни моркови там нету имбиря хотя я туда наверно то все-таки добавлю сделаю в принципе так как я сейчас делаю сделала ту рецептуру но изначально как бы да в этой рецептуре нету имбиря и вместо меда идет коричневый сахар ну в принципе если нету сахара коричневый можно использовать мед если нету меда использовать обычный сахар это все нарезаем кружочками имбирь тоже кстати вот так вот режем так 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 отлично теперь берем нашу китайскую терочку и сюда нарезаем кубиками морковку имбирь так имбирь нарезан морковь нарезана все нарезана отправляемся сюда так полоса все равно идет ко всем овощам тандыр у нас уже почти подошел еще где-то пять минут поэтому можно будет его загружать теперь вспоминаем что у нас есть крахмал разведенный он такой должен быть густоватый как жидкая сметана такого подобного и он имеет свойство отсюда поэтому нужно его обязательно снова перемешать теперь мы добавляем сюда свинину вот такие вот кусочки свинины добавляем эту всю свинину сюда можно как я уже говорил использую курятину курятину в принципе тоже сюда хорошо пойдет перекладываем полностью все сюда хорошо перемешиваем чтобы она валялась в этом крахмале хорошо соус красота и даем постоят минут пять так ставим казанчик огонем как раз уже подошел так вот казан вот сейчас он прогреется чуть-чуть нальем туда масло казан я прогрел наливаем сюда масло ну масло нужно в принципе достаточно ну так где-то как для фритюра но не совсем ну так многовасненько потому что мясо должно пожариться сейчас масло у нас прогреется и будем забрасывать это мясо так масло прогрелось мясо буду жарить небольшими порциями потому что ну когда много деляется очень много скажем так сока и она недостаточно прожаривается поэтому будем небольшими порциями это жарить и еще и теперь главное это быстро его помешивать помешивать ну как знаете как бог да бог как вода ну да ну пусть это казан оно должно приготовиться до половины где-то мясо вот так вот так вот так вот так это уже Нужно готовиться к судену, куда будем выкладывать. Запах бомба! Это, как говорится, настоящий вок китайский. Всё! Это надо в такой степени поджаривать. Ещё минута и будем готовы. А даже уже нужно выкладывать. Масло оставляем внутри. Мясо все выбираем. Мясо уже готово, поэтому сейчас будем готовить соус для нашего блюда. Это самая необходимая вещь в этом блюде. Это соус. Сладкий соус. Кисло-сладкий соус. Так, а для соуса нам нужно томатная паста. Ну, тут где-то в принципе ложки 3 столовые. Вот так. Рисовый уксус. Ну, мы сюда добавим ложек, наверное. Ну, 4. Вот так. Соевый соус. Тоже 4 ложечки. Раз. Два. Три. Четыре. Мёд. Ну, тут у нас мёд. Тоже 3 ложки где-то. В столовых. Тоже сюда добавляем. Полностью весь. Липовый. А, точнее, это не липо, это акация. И размешиваем до однородной массы. Так, соус готов. Сейчас нужно будет поставить рис вариться и вернемся к основному блюду. Это овощи с мясом. По-китайски. Ставим рис на огонь. И не забываем посолить. Обязательно посолить. И варим до готовности. А пока этот рис готовится, мы продолжим нашу это с неё с нашим мясом. Должна снова подогреться наша, как говорится, казан или бога до сегодня. Ну, это казан-вог. Такое. Прогреется, добавим масло и будем жарить овощи. Казан прогрелся. Добавляем масло. Ну, сюда масла уже можно немного бросать. Но, как говорится, много масла не бывает. Распределим его. Добавляем сюда все овощи, кроме ананаса. И чуть-чуть мы вот так вот помешиваем, помешиваем. На хорошем огне мы будем жарить. Вот так. Не накрывая крышкой, ничего. Чтобы, ну, чтобы не были поджарены. Такие вот. Такое соте. Помешивать обязательно. Постоянно помешивать. Чтобы не приграло. Так, вот уже пять минуточек прошло. Ни соли, ни специи, ничего мы сюда не добавляем. Просто-просто вот пастируем, жарим овощи. Так, овощи слегка поджарились. Ну, точнее, не так. До полуготовности. Все доводим до полуготовности. Потому что полости готовить нам не нужно. Оно должно быть такое. Полу-сырое, полу-приготовленное. Ананасики. Ананасики. Ну, можно с соком. Но я сок слил. Ох, класс. Ох, отлично. Перемешиваем. Такое соте. Класс. Запах. Запах. Запах непередаваемый. Камера еще пока что не научилась передавать этот запах. Потому что, ну, блин. Ну, реально тут стоит такой запах. У-у-у-у. А сейчас еще туда маска добавим. А-а-а. Красота. Блюда. Блюда. Бомбезное просто. Просто бомбезно. Советую, ребята, готовить его. Все, оставляем еще на 2-3 минуты. Рис заходит до кипения. Нужно его чуть-чуть помешать. Чтобы он там жил нормально. Рис, кстати, басмати. Хороший вид. О-о-о. Три минуты прошло. Теперь остается за последним. Это наш соус. Наш соус. Самый главный ингредиент. Мы его добавляем сюда. О-о-о. Вот. А вот теперь вот запах. Вот это запах. Все. И мы сейчас вот где-то... Ну, где-то минуту. Максимум минутку. Нужно помешивая. И его довести до готовности. Наше блюдо будет готово. Но осталось для многим это рис. Рис. Либо... Ну, можно подавать с картошкой. Я выбрал рис, потому что... Все-таки в Китае больше рис, наверное, да? Нежели картошку. Все. Вот оно уже вот-вот-вот. И я сейчас буду снимать. Сейчас, сейчас буду снимать. Смотрите, какая красота. О! Запах просто, просто неинаверный. Запах меда. И кислинки. О! Все! На этом... На этом все. Так. Снимать. 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 Согонька. Снимать. О-ха-ха! Смотрите, какой-то так. На, спасибо. О! Блин! ну смотри ты кстати тоже кастрюли как бы да кастрюлю можно конечно приготовить на жарницу я буду кастрюлю наверное не приготовим я правда не пробовал в общем короче в комментах напишите если вы делали в кастрюле напишите в комментах как оно получилось не получилось осталось дело за малым это рис рис нельзя разварить вот его нужно приготовить чтобы он был плотным таким как настоящий рис короче еще вот видите какой красавец я вот сюда кинул 400 грамм где-то да я думал что 400 грамм как раз вообще будет бомбически так рис готов я выключаю и нужно слить воду так рис я закладываю надо слить водичку о хороший рисок рис бомба ложку это все сюда не нужно его промывать ничего с ним нужно делать хотя ставим так перекладываем рис обратно сюда отлично просто отлично он такой же сыпчистый класс добавляем сюда чуть-чуть рисового уксуса чуть-чуть буквально 2 столовые ложечка максимум перемешаем добавлю чуть-чуть подсолнечного масла ну тоже где-то столовую ложечку хватит много не нужно все и оставим этот рис чуть-чуть отдохнуть отдохнуть чтоб он чуть-чуть подышал где-то минут минуту две-три кстати теперь из этого риса можно суши лепить а теперь дело за малым как говорится высыпаем в блюдо рис вот такой скомканый получается да блюдо так полностью рис высыпаем нужно разровнять нужно разровнять так все тарелки всей большой тарелочки так теперь теперь берем наше собственно блюдо основное сверху вот так вот красиво выкладываем о о о о о какой запах ребята вы все просто не представляет это просто неимоверно просто неимоверно можно конечно сюда еще добавить всяких травы там но я имею ввиду типа там укроп там или что-то еще я этого делать не буду потому что мы все таки склоняемся к рецептуре основной так каждому досталось красота вот такое вот блюдо сегодня такое сегодня блюдо вечерние можно сказать ну сейчас пока еще 6 часов сам самая но вот такая вот такая вот свининка по-китайски а еще сказать даже слова нет куда блюда я понимаю вот это вот вот это настоящее блюдо надо можно Вот так вот лицезреть Красотень Красотень Ну а вы в комментах напишите Как собственно вы готовите Там свинину и прочее Делали вы по-китайски Эту свинину Потому что вот это блюдо, что я сейчас приготовил Это мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега вкусно Советую приготовить это Но готовьте обязательно это все-таки На сковородке ВОК Допустим, да Потому что у меня был сегодня Все-таки казанчик, да Ну на ВОГе это наверняка будет Быстрее, вкуснее наверняка Хотя на ВОГе я тоже пробовал Как бы, да, ну Такое себе Ничем не лечишь Но запах Запах это просто невероятно Поэтому пойду я кушать А вы ставьте лайки обязательно Подписывайтесь на канал И также на все остальные ресурсы Которые будут внизу Точнее в описании Будет написано Куда вам нужно подписаться Потому что там выходят всегда видео Интересное Раньше, чем допустим Вы видите на Ютубе Ну вам всех благ Всего доброго Пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok